Юра, расскажи, кто ты по жизни. Всем привет! С вами Николай Рынтин и программа Art Abstril. Мы находимся в гостях у Юрия Шведова. Это диджитал-художник. Он рисует на компьютере и делает это очень классно. Расскажи людям, что такое диджитал-арт, для тех, кто не понимает, что это такое. Диджитал-арт — это инструмент, которым художники пользуются для создания своих работ. Можно сказать, что это скорее даже техника, такая же, как масляная живопись или карандаш. Как ты ответишь на утверждение, что рисование на компьютере — это рисование без души? Мне кажется, что это неверно, потому что, опять же, это всего лишь инструмент для художника. А художник всегда с душой подходит к тому, что делает. То есть у нас есть акварель, гуашь, масло, ксилография, диджитал, демпера. То есть это все один из материалов. Да, всего лишь. Я лично никогда в жизни не видел, как рисует на компьютере. И попросил Юру, чтобы он нам показал вообще этапы, как это выглядит. Начинается все обычно с эскиза, с композиционного и пластического. Стараюсь рисовать все с нуля и до конца, не прибегая к каким-то дополнительным ухищрениям. Потом переходим уже к непосредственной картинке. Здесь просто показаны слои, которые есть. Вот они уже отрисованы. Сначала задний план, цвет заднего плана, объекты, передний план, человек на переднем плане и цвет человека. К сожалению, у меня очень монохромные картинки, поэтому цвет не особо влияет на то, что получается в итоге. Тогда использую палитры, цветовые палитры, тоновые палитры, чтобы не забывать, с чем я работаю, с чем я делаю. Потом сверху добавляю шумы, чтобы сгладить какие-то шероховатости, неровности картинки. И они делают в итоге довольно интересные эффекты. То есть обобщают как-то все и добавляют фактуры. Как обстоят дела с выводом это все в материал? Можно ли это как-то потом в итоге распечатать, потрогать, потом, не знаю, повесить на стену? Зачастую это печать на разных материалах, на шелке, на металле, на бумаге. В принципе, здесь безграничное множество возможностей. Можно использовать, опять же, смешение техник, и что дает очень крутые результаты. А какое именно смешение в плане? Если, например, сталкивать шелкографию, гравюру и цифровую печать между собой, это бывает, что получаются очень интересные работы. Сталкивать? Можно ли использовать фотографии в диджитал? Да, фотографии используются это достаточно часто, как референс или как часть самой готовой работы. Вот это обычная практика. Часто работаешь с фотографией? Были периоды, когда практически постоянно, да. То есть это был практически основной мой вид. А как ты ее использовал, для чего? Я, в принципе, это называется, техника называется фотобашинг или матпейтинг. Когда ты берешь и собираешь картинку из составных частей, то есть земля, деревья, люди. Все это фотографии, которые ты комбинируешь между собой, создаешь картинку, а потом делаешь среду, освещение, делаешь так, чтобы показалось, что они все из одного места и в одном месте находятся. По слоям все выглядит примерно так. Начинается все с нижних слоев и заканчиваются передним планом и объектами на переднем плане. То есть это все фотки отдельные, да? Да, это фотографии, из которых вырезаны объекты и закомпонованы, отрисованы, скорректированы освещение, светотени, цвет, тон. То есть использовалось это все для анимации, которую я делал. Поэтому было очень важно, чтобы каждый объект был на отдельном слое для создания эффекта параллакса, потом добавления туманов, шумов, каких-то дождя и прочих движух, чтобы создать атмосферу. А что ты именно отрисовывал здесь? Со светотенями, то есть получается, что изначальное изображение, когда ты занимаешься этой техникой, оно никогда не будет идеально соответствовать твоим требованиям. И всегда нужно его погружать в среду, чтобы касания с фоном, с другими объектами были достоверными, чтобы казалось, что все это находится рядом, а не вырезано из разных кусков чего-либо. Это были упавшие деревья после какого-то дождя или что-то в этом роде. А девушка собрана тоже из нескольких кусков. Вот голова одна, куртка, по-моему, это моя куртка, мне кажется, я себя фотографировал. Ну, а юбка, она вам нарисована. Вплоть до такого, что даже человек может быть использован лишь только как часть. Да, то есть бывает такое, что даже от чего-нибудь лицо собираешься из разных кусков. Как ты пришел к творческой реализации на компьютере? Ты же ведь до этого рисовал вручную и красками, и карандашами. Почему вдруг появился диджитал в твоей жизни? Как так? Случился бум популярности графических планшетов. Это было начало 2010-х годов. У меня, среди прочих, тоже появился планшет. Вот мне подарили его родители. Я его для начала использовал как средство для создания эскизов для уже записанных картин. Потом как-то так получилось, что я начал устраиваться на работу, где это было необходимо, где нужно было уметь пользоваться графическим планшетом. А я работал в компании, которая делала motion comics для мультиплатформенной истории. Там я достаточно долго проработал, сидел в офисе, наращивал навыки и постепенно учился делать новые вещи для себя. И понял, что много из этого я могу использовать для работы своей основной. Вот для, опять же, для картин, для творчества, для свободного какого-то. И потихоньку к этому пришел, начал делать картинки. Казалось, что можно сэкономить достаточное количество времени, работая в фотошопе, потому что очень много механических каких-то вещей при создании картинки. Можно быстрее сделать работы на компьютере. Много где поработать удалось. В офисах разных, над разными штуками работали, с друзьями. Немножко занимались играми, персонажами, разработкой каких-то спецэффектов для фильмов. Был такой период жизни достаточно веселый, сложный. Сидели в офисе ночами, пили по ящику колы в день все. Не спали, а, нет, спали на полу под столами, нас будили менеджеры пинками в лицо, там, и все такое. Ну, такая, как бы, жесткая школа. Не скажу, что это каждый должен пройти, или там, это очень полезно, но... Но ящик колы это точно не полезно. Не, не полезно, конечно, я был как шар, очень хреново. Это же сложно слезть с такой иглы, потому что там же еще стабильный заработок, а для художника это очень важно. Первая моя большая работа, когда она закончилась, нас всех поувольняли еще тогда. И мы остались все ни с чем, вот, ну, большинство из нас. И тогда, да, то есть пришлось искать какие-то ходы, возможности. Начал делать картинки, а тогда, опять же, все началось с пост-рап-фильмов. А людям начало это нравиться, и я как-то продолжал. И, ну, появилось множество сайтов, где можно продавать принты, где можно продавать там футболки своими работами, ну, то есть там чехлы для телефонов условно. И как-то это все начало развиваться, и я понял, что, в принципе, я могу обойтись без работы, без страдания. Юра, расскажи, над чем ты работаешь в данный момент? Насколько я видел, это уже какие-то новые совершенно произведения? Да, новая серия, нахожусь в поисках стиля довольно давно, пытаюсь из себя что-то вытянуть новое, сложный процесс. Но потихоньку получается. У меня была работа, серия, я рисовал игрушки, но при этом, которые выглядели как фарфоровые статуэтки или что-то в этом роде. Ну, я решил, может быть, сделать какой-то более-менее сюжет с ней и с персонажем этим, продолжить как-то его историю. И придумал, что он бегает и поджигает дома в своем городе своим взглядом и пытается убежать сам от себя. Ну, в принципе, это еще и хороший бизнес-план. То есть ты рисуешь типа игрушки, а потом можно действительно скопироваться с ленинградским фарфоровым заводом и сделать фарфоровые игрушки. Да, это, кстати, очень хороший способ добавить какую-то мультимедийную составляющую в это все. Потому что многие художники работают со скульпторами в связке и их работы обретают какую-то форму трехмерную. А тебе не хватает работы с живым материалом, сопротивление краски, как ты втираешь лисировки, как ты штрихуешь живым кардашом по бумаге? Да, конечно. Бывает очень часто, что не хватает какого-то размаха, масштаба. Если раньше я работал с большими холстами, то сейчас все это сократилось до каких-то маленьких окошек. С другой стороны, я стараюсь рисовать так, чтобы компенсировать эту нехватку. И рисую примерно так же, как я это делал раньше. То есть я использую только часть средств цифровых. Ты говоришь, что ты начал рисовать на планшете, потому что понял, что это очень экономит время. В итоге прошло несколько лет, ты рисуешь только на компьютере, и у тебя не хватает времени для того, чтобы рисовать физическими материалами. Как? Думаю, что это дело привычки. С другой стороны, я считаю, что не стоит разделять традиционное рисование и компьютерное рисование, как это делаю я. Нужно все время комбинировать это между собой и оставаться все-таки человеком рисующим. Не будьте как Юра, комбинируйте. Можно ли ни разу, не рисуя карандашом, научиться рисовать стилусом? Можно, я полагаю, но не советую этого делать. Конечно, лучше всего пройти этот путь от карандаша до краски, до больших размеров, до материалов, а потом уже пересаживаться на комп и стараться это как-то сочетать между собой. Так будет проще. Ну вот что касается полностью нарисованных картинок, есть пример старой работы, в которой здесь сохранились кое-какие слои. Вот можно, в принципе, проследить то, как работа рисовалась и понять, что из чего происходило. Даже ее как-то пытался сделать в большом размере темперой, но остановился и решил все-таки доделать ее в digital версии. Это промежуточный этап, и в конце она выглядела примерно так, то есть после всех отрисовок с наложением фактур и шумов. Вот, то есть, в принципе, можно как-то потихоньку понять, что половина работы, и вот как-то так потихоньку все это проявлялось. Можно все рисовать, можно работать с фотографией, все зависит от задачи, от того, что хочешь делать. Пришло в голову сделать серию работ с персонажами какими-то из просто аккалиптического мира, наделенными какими-то способностями, может быть, каких-то литических героев. На самом деле нет большого какого-то подтекста и символизма. То есть абсолютная игра с визуальными образами, с их сочетанием и с эффектом. То есть от этого совершенно нет никакой истории определенной и какой-то задачи сказать что-то. То есть это не высказывание, а скорее просто картинка, просто изображение. Считаешь ли ты, что тот мир, который ты создаешь, свой вот этот вот постапокалиптический, это афиша к чему-то, что будет дальше, видеоигра или комиксы? Все может быть, но пока что я считаю, что цель того, что я делаю, это картинки. То есть если будет шанс расшириться и уйти в какую-то мультимедийную историю, то почему бы нет? Было бы интересно. Многие люди, которые хотят научиться рисовать гиперреализм, они, как правило, сталкиваются с тем, что начинают слепо копировать то, что они видят. Как не копировать реальность, а создавать новую? Нужно не бояться привнести себя в то, что ты делаешь, экспериментировать. И не всегда на самом деле копирование реальности это хорошо. Иногда лучше решать какие-то вещи формально, подходить к этому с какой-то долей авантюры, лучше всего найти, конечно, для себя какой-то ориентир в истории искусства, который уже тебе близок и понятен, и пытаться как-то освоив его, уже делать что-то свое. Как ты думаешь, в 21 веке что важнее, иметь собственный стиль или иметь рисовать? Самые большие художники на самом деле сейчас, мировые, они работают с командами, с ассистентами, с людьми, которыми делают большую часть их работы. Сейчас мы живем в такое время, когда художник — это скорее человек идеи, нежели, может быть, мастерства или способностей. А ты можешь перечислить несколько таких художников? Ну, не берусь утверждать, что никто из них не умеет рисовать полностью или никогда не учился чему-то. Многие заканчивали художественные школы, колледжи и прочие истории какие-то. Ну, вот, например, Кунц, Дэмин Хёрст, опять же, Бэнкси и тот же Брейнвошер, который был в фильме про «Выключи свинерную лавку», они все работают с командой и очень успешно. Вот если ты умеешь рисовать, но у тебя нет стиля, как быть? Опять же, таких художников тоже много хороших, которые, ну, совершенно не заморачиваются насчет того, что рисовать. Они просто рисуют и вполне себе счастливы со своим творчеством и нравятся многим людям. Для тех, у кого есть программа Adobe Premiere, вы можете увидеть там заставку с Юриной картинкой. Расскажи, как получилось так, что о тебе узнал Adobe и твоя картинка оказалась на заставке Premiere? Мой портфолио лежит на сайте Behance, и Adobe мониторит этот сайт с поиском картины для своих сплэш-скрин... Сплэш-скрин! Так вышло, что они заметили мою роботу и еще работают нескольких ребят, когда должен был выйти Premiere. И написали мне письмо, которое я чуть было не пропустил, потому что подумал, что это спам. Вот, а потом, ну, оказалось, что нет. Ты пользуешься лицензионной продукцией Adobe? Ну, с некоторых пор да, кстати. Юр, хотелось бы подытожить этот выпуск твоими пожеланиями людям, которые собираются работать на компьютере, рисовать и двигаться в этом направлении творческом. Больше времени уделять своим проектам собственным, тратить время на себя, на свое самосовершенствование, не распыляться, верить в себя, верить в то, что ты делаешь, стараться чаще рисовать не только на компьютере, но и на бумаге, на холсте. Что касается, там интерфейс, это все можно понять через видеоуроки, вот. На самом деле, там очень небольшое количество каких-то инструментов, которыми нужно оперировать, поэтому это все быстро очень познается. И дальше, ну, изучать материал, вот. Это все-таки такая же штука, как и все остальное, такая же штука, как масляная живопись, как температ. С вами был Серый Диван, до скорых встреч, спасибо Юре. Короче, народ, рисуем на компе, рисуем ручками, не думаем о том, что Господь вас накажет из-за того, что вы рисуете на компьютере. Все нормально. Спасибо. 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 Спасибо.